Лучших сотрудников предприятий и представителей трудовых династий пригласили во Дворец культуры, чтобы поздравить с Днём Труда. На праздники работала наша съёмочная группа. Сегодня в зале собрались люди, для которых труд – неотъемлемая часть жизни. Учителя, строители, врачи, заводчане, чьи достижения ставят в пример молодому поколению. Во все времена труд люберчан на благо Люберецкого округа, на благо региона Московской области и России объединял людей разных поколений и разных взглядов. Но сегодня я хочу особую благодарность адресовать тем людям, которые по крупицам созидали и благоустраивали наш округ. Главный врач Люберецкой стоматологической поликлиники Роман Антоненков получил благодарность губернатора Московской области. В медицинском учреждении, которое он возглавляет, работают целые династии. Медицина – это одна из тех отраслей, когда династии есть, они приветствуются, это здорово. Потому что опыт, который передаётся из поколения в поколение, он бесценен. Награды получили работники Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха, научно-производственного предприятия «Звезда», кондитерской фабрики «Полёт», весоизмерительной компании «Тензе-М». Ценными подарками отмечены работники образования, культуры, представители бизнеса. Мы вдвоём с супругой занимаемся уже на двоих больше 30 лет цветочным бизнесом. Цветы всегда ассоциируются с праздником, поэтому для нас это праздник труда в войне праздника. За многолетнюю работу и высокий профессионализм награды на праздники труда получили более 30 люберчан. Собравшихся поздравили детские творческие коллективы и известные в округе исполнители. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Тензе-М. Продолжение следует...